здравствуйте друзья у нас такая жизненная коллизия сегодня на рассмотрении я зачитываю мне 41 год я врач анестезиолог 15 лет в профессии кандидат медицинских наук врач высшей категории всю жизнь мечтала уехать в сша и быть там врачом я родилась и живу в харькове 17 лет одна воспитываю дочь муж ушел к другой когда я была еще беременная дочкой так вот и кручусь когда была маленькая дочь беспросветная нищета и полное отсутствие помощи не давали возможности серьезно думать и реализовывать мечты за эти годы играла в грин карту без результата учил язык работала все время на двух работах больница и преподавание в медицинском университете дежурство бегать дня стресс и так до бесконечности при этом зарплата врача 100 долларов и взятки от больных если дадут и так до бесконечности в 14 году открыла тур визу продала свою кредитную машину оставила свою 16-летнюю дочь родителям бывшего мужа уволилась с областной больницы и мед университета и уехала в бруклин к своей подруге однокурсницы по медицинскому университету она уехала в девяносто пятом году со своей семьей а сейчас работает в груклине терапевтом при встрече сказала мне что ничем не может помочь и обозвал меня сумасшедший на третий день пребывания в нью-йорке я работала в семье няней троих детей если быть краткой то мне сорвало крышу от резкого падения социального статуса от технической невозможности сразу же заняться подачей документов на политическое убежище от ужаса того на какое дно бруклинской русскоязычной тусовки я попала от унижения на работе и невозможности бежать одновременно в три разные стороны хватило меня на семь месяцев и я вернулась в Харьков сказать что у меня была депрессия и полная бессилия после путешествия это ничего не сказать но приехав в августе пятнадцатого года я через три недели вышла на работу ассистентом кафедры фармакологии медицинского университета у меня сейчас 12 групп 6 групп англоязычных зарплата 4000 гривен это 120 долларов чтобы вернуться работать анестезиологом надо заплатить взятку главному врачу не могу давать взятки очень устала я от этих взяток да и просто денег нет на для взяток вот что делать дальше не знаю не хочу я жить в этой стране мне больно смотреть на своих пожилых родителей которые нищенствуют на пенсию в 30 долларов больно что я не могу им ничем помочь больно что в этой стране ничего не меняется работая с утра до ночи я едва свожу концы с концами силы заканчиваются от того что мною было потрачено много сил для изменения ситуации в моей жизни к лучшему но кроме глубокого разочарования и потраченных последних копеек я ничего не получила какие шансы у меня выскочить из нищеты или уже поздно как избавиться от чувства поражения и того что я оказалась слабым человеком и не смогла выдержать удар от бруклинских реалий спасибо вам за ответ жду вашего мнения благодарна вам за ваше видео вот такая история невеселая хотя она не такая на самом деле безнадежная как может быть кажется со стороны вот мы на эту тему сейчас поговорим давайте мы проанализируем ситуацию то что там случилось моими глазами значит подруга уехала в девяносто пятом году за 20 лет до нашей героини поэтому подруге был там 21 год или она была замужем или еще нет они не суть важно но она была молоденькая больше того ехала она по беженской эмиграции соответственно она была прикрыта она была прикрыта ну может быть родителями которые зарабатывали может быть она была прикрыта социальными программами которые давали ей возможность там на месте доучиваться переучиваться бесплатно понимаете поскольку они там бедные то что приехали и так далее мы не знаем как стала терапевтом подруга мы не знаем сколько лет у нее это заняло мы не знаем успела ли она вообще закончить медицинское образование в харькове так вот 21 год мы этого не знаем но она стала терапевтом и не то чтобы каждый кто хотел стать терапевтом вот стал терапевтом но многие люди стали многие врачи подтвердили свою квалификацию здесь и так далее единственное что это занимает время раз и это может занять я знаю людей которые за пару лет умудрились это сделать а не знаю люди которые 5 и 7 лет подтверждали уже свою медицинскую квалификацию сдавали там экзамены и тогда это занимает время но они были прикрыты материально и что намного важней они уже были абсолютно легитимны с точки зрения разрешения на работу там и тогда значит ничего этого у у нашей героини нету и она едет сша причем я так понимаю что у нее был план то есть план ее был такой что она оставляет дочь в харькове на несколько лет приезжают в бруклин и подает на политическую убежище и и как бы план сам по себе был совершенно замечательный значит она преподавала политическую убежь она хотела подать через три дня она оказалась оказалась на рабочем месте и это тоже на самом деле я считаю серьезное достижение это это неплохо через три дня уже начать работать она может быть работала у не симпатичных людей это возможно и они там где-то унижали где-то обижали где-то выпендривались бруклин там я не чего но во первых когда у тебя есть работа но ты можешь начать искать другую дел такой не то что там приковано к этой конкретной одной бабушки там или что это есть возможность но вопрос в чем все таки мое понимание того сколько получают люди даже без разрешения на работу сколько они получают занимаясь уходом за бабушкой значит с проживанием там со всеми делами но минимум но в самом плохом случае который только можно себе представить минимум у него тысячи баксов должна была оставаться вот и значит соответственно там за полгода если ли вообще ни копейки не было хотя она вроде машину продала у нее какие-то деньги наверное должны были оставаться я не знаю может быть я только на билет хватил и на визу но она должна была за полгода заработать вот эти 6000 которые нужны на то чтобы там на то чтобы подать на политику так и еще через полгода у нее уже было бы нормальное полноценное разрешение на работу и она могла бы но ну то есть уже совсем существенно кардинально облегчить свое положение значит я понимаю что вот то что там называется бруклинские реальности бруклинские реальности я понимаю что в этом нет ничего хорошего вот и вот там социальный статус у нее понизился понимаете история какая но вроде бы и понизился да то есть там и там она в университете преподавала там врачом была кандидат наук там анестезиолог то есть она как бы почтенная но абсолютно безденежная совершенно нищая то что она зарабатывала на этой вот работе с ней с нехорошим социальным статусом который так упал уже так упал значит если она сейчас получает 120 долларов значит она наверное за год в харькове сейчас зарабатывает столько сколько там зарабатывала чистыми у нее оставались эти деньги она могла с собой в карман положить скорее всего вот эту годовую сумму поэтому ей надо было просто перетерпеть просто перетерпеть и ничего плохого в этом нет в том смысле что когда ты находишься с каким-то пониженным социальным статусом где-то чего-то и это временно это же не то же ты на всю жизнь куда-то погрузился но временно но чё тебе временно я самая первая моя работа была я вышибала и стоял в магазине кожаных курток я правда по английски совсем тогда не говорил и мне доплатили 20 долларов в день за рабочий день мне давали двадцатку наличкой я был доволен до соплей это абсолютно никак на мой социальный статус не влиял а в москве у меня был свой бизнес я учился в аспирантуре там в академии педагогических педагогических наук там где-то на подходе там все эти дела были мне уже просто перестал это быть интересным но в принципе то есть у меня был какой-то там социальный статус у меня была квартира кооперативная у меня была машина но ну я хочу сказать что настолько не было проблемы социального статуса вот у нас я даже я пытаюсь вспомнить вот сколько там народу было нас много там разных людей но были там некоторые которые переживали что-то такое но но они странные я не на честно потому что вы же там не одна вот вы приезжаете вы у вас категория вы новый иммигрант и у вас социальный статус новый иммигрант ничего плохого в нем нет вы работаете вы зарабатываете там какие-то люди несимпатичные так это их проблема что они не симпатичные это им потом ответ держать а вы себе работаете вы себе денежку получаете значит они вам не понравились ушли в другое место вот уж действительно проблема подруга вас сумасшедшие назвала ну может быть она права в том смысле что она послушала ваши планы и они и она подумала что это невозможно нереально всем и radar что вы себе составили какое-то какое-то неестественное это или нет представление о жизни а наице negotiations она же она не живет в реальном мире и она об этом смысле правы вы не жили в реальном мире в реальном мире бы должны были иметь дело с реальностью понимаете а вы сказали это реальности соответствует моим представлениям Но единственная проблема-то была в представлениях, которые почему-то были какие-то еще, я не знаю, какие еще, но были другие С одной стороны, вроде бы, человек был готов, он знал, что он едет получать политическое убежище, подавать на политику С другой стороны, кроме подруги, значит, там никого не было, что ли, я не знаю Но все-таки она на третий день вышла на работу, то есть она достаточно энергичная, бойкая Может быть, она подготовилась, и эта бабушка у нее уже заранее там была на подходе, я не знаю То есть все-таки я считаю, что когда человек преподает в университете раз, когда он работает врачом, то есть он ответственность берет за жизнь людей фактически каждый день, может быть, неоднократно и так далее Кандидат наук, безусловно, мы имеем дело с человеком, обладающим очень высокой пробивной силой И почему-то что-то у нее не сработало, то есть у нее потенциал был невероятный, громадный, сказочный потенциал И вот этот сказочный потенциал, и вроде начинается все неплохо Подруга ей там что-то сказала, да чихать на подругу Она уже через три дня работает и не зависит от подруги, ей не нужна эта подруга Вот, и она работает, и что-то вот Я, понимаете, тут нет в этой истории, почему так катастрофично это было Она оказалась на дне бруклинского вот этого вот клоаки какой-то Я не знаю, может быть, ее унижали, может быть, и оскорбляли, какие-то гадости ей говорили Я не знаю, это все возможно, это все абсолютно возможно Но мы же имеем дело с серьезным, образованным человеком, который всю жизнь мечтал о чем-то И который в начале этой мечты, он ее осуществляет Какие люди, какие жлобы, какое дело, они деньги платят и все Но вот тут какая-то слабина получилась Теперь что мы имеем дальше Она возвращается домой Она попадает туда, откуда уехала И я надеюсь, что виза у нее в порядке Там, наверное, она не нарушила там режим, я не знаю Пять месяцев она все-таки, виза на шесть Она не нарушила визовый режим Наверное, может сейчас взять и снова поехать Значит, что получается Она окунулась туда, откуда уехала И вопрос сейчас на самом деле вот какой Ей там плохо Ну, хорошо, ей плохо Выход есть? Ну, наверное, выход есть То есть я, конечно, я могу сказать Вот там, мы же знаем, что в Харькове эти айтишники У них там зона комфорта И они там, властерины сыра Или чего они там, чем они там владеют Вот, значит, ну, в конце концов Переучитесь в тестировщика Это гораздо больше денег, чем 120 долларов И есть еще такой софтвер Где там можно с медицинской спецификой тестировать Пройдет там несколько лет Вы будете гораздо больше денег получать Это уже не будет 120 долларов Это, может быть, будет там и тысяча Я не знаю Если вы там несколько лет активно, так сказать Потрудитесь на этом поприще Но опять это вам будет понижение социального статуса Это вам даст денег Но это не даст вам социального статуса Вы будете работать со шпаной Ну, если так сравнить Да, там, кандидат наук Там, врач высшей категории И вот какие-то люди ходят Там, без образования многие Скажешь им про образование Они в грош не ценят, смеются Говорят, кому вообще нужно образование Вот с такими будете работать Это не понижение социального статуса Они еще скажут Вот, она там старая Ему там 25, а вам 45 Да, скажут Вообще какая-то бабушка пришла Значит, но Возвращаясь к мечте о Соединенных Штатах Я бы вот что сказал Значит, виза есть Подготовьтесь немножко получше Так, приезжайте Сидите с другой бабушкой Подавайте на политику Не езжайте в Бруклинскую Клаку Что вам Бруклинская Клака? Вон, приезжайте в Сан-Франциско, пожалуйста Там Бруклинская Клаке, близко нет Вот, приезжайте в Сан-Франциско Люди нужны Можете заранее списаться Я не знаю, как вы в Нью-Йорке нашли Но вы, наверное, его в Сан-Франциско найдете Приезжайте Уже дотерпите Возьмите там свои 6 тысяч долларов Подайте на политику Еще через полгода у вас будет Разрешение на работу И делайте, что хотите Вы, конечно, не будете сразу врачом Это правда Но если действительно вот так приспичило Ну, так будете не сразу врачом Я не знаю, там много разных есть работ В частности в медицине Но по-любому вас ожидает понижение в статусе Безусловно Может оказаться, что для того, чтобы стать врачом Вам и там и 5-6-7 лет не хватит Потому что у вас поддержки нет материальной Понимаете, вас же кто-то содержать должен Пока все это Пока вы будете все эти там Экзамены сдавать, там учиться и так далее Это все не так просто Поэтому подумайте Первый мой совет Подумайте на тему Повышение или там понижение Значит, вот этого статуса вашего Потому что может оказаться, что при любом раскладе Даже если у вас деньги будут У вас может не оказаться вот того статуса Или того, что вы считаете тем статусом Там или там и так далее Я не знаю Я как-то про статус Я считаю, что вообще соображения о статусе Они хотя и естественные Но они мешают людям жить нормально Это то, что произошло сейчас На самом деле Но я не очень вижу Как можно пройти через эмиграцию Без того, чтобы временно А может быть и продолжительно Чувствовать себя человеком, потерявшим статус И фактически вы сравниваете две вещи Вы сравниваете две вещи Временная потеря статуса Ну, грубо говоря, на год, допустим Да, пока вы заработаете снова там на политику И пока вы получите разрешение на работу Вот этот год Вы так как бы явно теряете в статусе Причем, что дальше будет Тоже может оказаться не самым таким статусным Но все-таки Значит, это с одной стороны А с другой стороны На другой чаше весов У вас есть статусность Вы целый преподаватель там В медицинском университете У вас 12 групп, из которых 6 на английском языке И вы можете растопыриться, как я не знаю что И рядом с вами Я извиняюсь Задрипанный иникейщик Который школу не закончил Будет получать вот там, допустим В 3-4 раза больше денег, чем вы Я уже не говорю про программиста Я уже не говорю про хорошего программиста Это уже я даже вообще О чем речь И вот Что у вас за статусность такая Такой Нищий Вдрибодан Нищий человек У которого есть статус А какой статус у нищего может быть Я не знаю У нас тут был Знаете, случай Я вам расскажу Был Парнишка один Он был женат на дочери Известного физика Академика Я фамилию не буду называть Как бы его вся страна знает Вот И я говорю Как Да Он был женат на дочери И Академик сам умер А мама Значит Жены жила в Москве И я говорю Что Такая мама-то собирается А тогда это было просто Вот так Раз и все Я приехал Он говорит Ну что ты Говорит Ну как же она поедет Я говорю А почему она не поедет Он говорит Ну кто она здесь Я говорю А там она кто Он говорит Ну ты что Там она вдова Академика Пусть будет Рабинович Вот действительно Вот действительно Там она вдова Целого академика А здесь она была бы Как все Понимаете Да Поэтому Надо выбирать Надо выбирать Вы подумайте Правда Вот эта статусность Она до добра Не доведет Честно Потом я не то что Против статусности Но Статусность В комбинации С нищетой Это унижение Понимаете То есть конечно Может быть Нищета без статусности Еще большее унижение Я не знаю Но Странно это все Странно В общем короче Мой совет такой Если вы хотите Реально этот вопрос Решить Я вижу два решения Вопрос первый Ну действительно В конце концов Идите тестировать На месте Если не хотите Никуда уезжать На месте Я думаю У вас здорово получится Вам зачтется И медицинское образование Вам зачтется И Кандидат наук И все дела И Вы хорошо пойдете Если никуда не уезжать И если Действительно Надоело Так мало зарабатывать Значит И взятки давать Становитесь Айтишником На месте 41 год Абсолютно Замечательный возраст Сказочный Прекрасный возраст Я Когда вот рассказываю Там про возраста Я говорю Для женщин У меня есть категория возрастная 38-42 Это когда человек может Ну если не абсолютно все То почти все еще может И И почти все хочет Ему хочется все Он не списывает себя Он не говорит Ой нет это я там старый Ой нет это я обойдусь Не ему хочется все Это Бесценный Абсолютно Потрясающий возраст Поэтому Ну или приезжайте уже сюда Так Заново По второму кругу Ну Ну в конце концов Ну к нам приезжайте В Кремниевую долину Вот Если вам Статусность ваша Не Если вам не прийти Там жить с руммейтами Например Там поселитесь С нашими ребятами Будете там жить Будете подрабатывать Полно работы Подработки Есть и с проживанием Есть и без проживания И так далее Ничего такого тут нет Вот Я еще хочу сказать Что я На самом деле Я думаю Вы и человека Должны встретить Хорошего А что такое 41 год Вы что Вот Но это отдельная история В смысле Мужчину достойного Поэтому Если вам не прийти Давай приезжайте К нам сюда И Все будет нормально Я не знаю Я Я не понимаю Почему у человека Вот С таким Колоссальным количеством Достоинств Невероятных Должен быть облом Это что-то Вот такое Знаете Это сбой в системе Это просто Сбой в системе Так не должно было быть Но сбилось И сбилось Но вы же теперь опыт Но у вас же опыт есть У вас есть то Чего нет ни у кого Кто форумы читает Понимаете Или там видео смотрит Вы на собственной шкуре Это прошли Это бесценно Опыт бесценен Поэтому я бы так сказал Вот мое видение Если меня спросили Тут вопрос Вот Заканчивается Что Как избавиться От чувства поражения И того Что я оказалась Слабым человеком Не смогла выдержать Удар от бруклинских реалов У вас нет поражения Это сбой в системе Вы вышли из этого Вы вышли из этого Может быть немножко Как сказать Подавлено Но это должно пройти Значит Немножко подавлено Но вышли с опытом Бесконечным Важным Бесконечно важным опытом Поэтому я бы не сказал Что вы в каком-то поражении У вас первая попытка Не закончилась успехом Ну так и что А что Должна первая Должна закончилась успехом Сразу первая Ну значит будет вторая То есть я бы не расценивал Это как поражение Это еще раз Вы сбоите Вы как система Жизнестойкая Понимаете У вас один сбой Сейчас у вас другой сбой Вы подавлены Это неправильно Это неправильно У вас совершенно нет повода Никакого Для того Чтобы себя вот так Как-то вот так Низко оценивать Нормально Любой человек Любой Абсолютно человек Может в каком-то системе Может в каких-то условиях Там в ступор какой-то войти Или что-то такое Может с ним приключиться Тем более женщина Они более эмоциональны Тем более вы там Жили под стрессом Тем более вы всю жизнь Мечтали об этом И вдруг эта мечта Вот так обломилась Там и так далее Было много факторов Способствующих тому Что вы нереалистично Оценивали ситуацию Ну так слава богу Ну уже теперь вы оцениваете Поэтому Мой совет такой Не грузите себя Так Приходите Приведите себя в чувства И вперед Хорошо? Давайте